Приветствую всех зрителей моего канала, это одиннадцатая часть видео прохождения Under Rail Expedition на сложности Hard с системой опыта классической. В прошлом видео мы выполнили много квестов, под конец улучшил я способ кражи вскрытности, воспользовавшись опытом из совершенно другой игры Fallout 1 и 2. То есть если заходить в помещение, где вас не видят, ну кстати я не в боевом режиме это делаю, а может в боевом режиме все еще лучше. Можно попробовать, сейчас только я проверю. Сохранюсь, просто проверю можно ли открывать этот пляж. Можно. Так. То есть в боевом единственный выигрыш я так понимаю в том, а он закроется автоматически. Он автоматически закроет это не Fallout. Да. Вы поняли, выигрыш в боевом режиме в том, что, как бы это правильно сказать, у вас нет потерь времени и потерянной реакции. То есть ход, 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 ход. И вы никогда не задержите ход, потому что не вовремя нажмете, к примеру, плаву шуа, чтобы расчистить шкафы. Кстати, я не помню в прошлом видео, сильно я пытался достать вертый пистолет. Берем полегче броню. Там еще и игилу она дает, по идее. Да, осталось 80, да? Ну давайте попробуем. В начале видео поиграю, еще попытаюсь достать что-то. Пошел. Кстати, на великой скорости это легче контролировать. Так, у меня подозрение, я вне видео испытывал этот способ, мне очень не понравилось. Здесь есть шкафы, которые, даже если вы еще желтый, даже зеленый глаз будете скрывать, обязательно вас атакуют. Вот это мне не нравится, потому что, опять же, это минус в огород, чтобы играть без загрузок. Оттуда вы знаете, какой это шкаф. То есть вы до него успели подойти, вас не заметили, но само вскрытие инициирует атаку. Я вот не знаю, это по скрипту, или так как сложность замка, не замка, сложность этого контейнера считается большой, то именно действие, когда вы именно берете вещи из него, скрывает вашу скрытность. То есть этого, к сожалению, так просто не определить. Хотя можно подождать, вырастить скрытность и попробовать еще раз все это провернуть. Если получается, значит все-таки не хватало скрытности и, кроме того, что вас не заметили, нужно еще, чтобы ваша скрытность не хватило именно, когда вы вещи забираете из шкафа. Да, у меня есть максимальная скрытность, вещи под максимальной скрытность, поэтому можем пройтись по другим местам. Здесь не получилось. Ого, какие круто очки. Ну, мне пока хватает. Вот это ядро. А, да, кстати, зритель не подсказал, не знаю, почему другие не подсказывали. Я почему-то не подумал, что для электрошокового пистолета нужна та же самая деталь, что и для простого электрошокера. Я мог бы его собрать еще в самом начале игры, сюда прибежать за чертежом энергетического пистолета, а детали эти есть на базе этой южной врата. Так, и, кстати, он хочет покупать у нас все подряд, поэтому нужно ему помочь в этом деле. И раз я целюсь, да, есть рама, на новый этот самый, то мне нужно ядро хорошее. Вот, кисть А4 это пока максимум, который я видел. Поэтому его возьмем так. Хочу избавиться от этой детали. Кстати, чертежи берет, вообще хорошо. 41, 48, давай, 41. А, так не получится. Когда вот эту дешевую забираю, плохое ядро продаем, покупаем одно хорошее, нам останется только найти детали. Останется найти деталь, которая... Изучатель, короче, электричество. Все, больше здесь я ничего не смогу упрать, да? А, почему? Давайте проверим этот ящик. А, он стоит так, что я в ящик не могу подойти, я понял. Все, тогда давайте еще посмотрим, где тут есть места, в которые новым способом можно пробраться и обокрасть. Вот тут опять-то здесь замка нет. Замок есть. Напомните, что здесь казино? Казино. А в казино вообще есть места, ради которых стоит пробовать? Рискнуть. Так. И шкафчик не пустой. Вот это мне не нравится, что чтобы что-то узнать, вам нужно загружаться, смотреть что и как. Я тут еще один момент узнал. Посмотрите. Вы спокойно скрываетесь, вас вроде видят. Но это никак не влияет на то, что вы хотите обокрасть. Все. То есть даже не нужно... Ага, камера. Я забыл про камеру, извиняюсь. Камера это плохо. Камера это очень плохо. Так. Камера это очень плохо. Интересно, кроме как отключать камеры можно добиться? Получилось. Стеллаж пустой. Можно просто посмотреть. Хорошо. И второй момент, что мне не нравится, что некоторые шкафы вы можете открыть, никто не реагирует. То есть если ничего не забираете. А некоторые атакуют. Не должно быть такой двойственности. Или вас должны предупреждать. Ну это все. Я рассказываю к тому, что если вы хотите играть близко к реальности. Вот очень хорошо это реализовано в Fallout Nevada. Там, где нельзя вас предупреждать один раз, вы ничего не можете открыть. Просто предупреждать не трогай. Раз, ну все. Второй раз уже, знаете, будет атаковать. Второй момент, что там есть возможность, если враг к вам плохо относится, а вы что-то сделали плохое, то вам можно нокаутировать или уйти из карты, убежать и он о вас забудет. Это тоже очень удобно. Ну как в жизни. У вас дается возможность спланировать что-то. А так, если вы хотите играть, не пользуясь постоянной загрузкой, у вас просто вариантов нет тогда. Вам просто нужно вообще не обращать внимание на контейнеры. Так. Или же, или же вообще, в блокноте их записывают, что можно открывать, а что нет. То есть, двойственности быть не должно. Или вот, например, вы открываете, постоянно атакует, значит пусть везде атакует. Так, получается, возникает желание проверить, что и как. Так, камеры нет, ждем пока этот выйдет. Ай-яй-яй. Потратил за раскрытность, а он уже возвращает. Ай, быстрее загрузка расплодится. Да, атакуй, дай посмотреть что там. Да, отстань ты. Ай-яй. Не люблю такие моменты. Тут и ничего нет. Видите. Кстати, смысла нет сюда заходить. Я забыл. Если вы заходите в зону, в которую нельзя вообще заходить. Опять же, здесь никто не говорит, что сюда нельзя заходить. Как определить, что туда заходить нельзя. То есть, смысл красить отсутствует. Потому что вас будут атаковать в любом случае не за неудачной кражей. из-за того, что просто в эту зону зашли, в которую заходить нельзя. Все, тут все ясно. Нигде ничего мы больше не заберем. Звон замка. Тут открыто. Это интересный момент. А, ничего не выйдет. Я помню. Ничего не выйдет. Дело в том, что здесь нет такого места, где вы могли спрятаться. То есть, когда я здесь стою, эти же, которые вас в скрытности видят, будут видеть дальше. Да. Нужно, чтобы хоть кто-то не видел. Тут такого способа нет. Жалко. Так, что здесь. Мне хотелось бы... Не помню. Пробовал, по-моему, в прошлом видео. А, здесь не успеть просто я понял. Что-то там было. Здесь везде замки. А, здесь почему я не украл? Один шкафчик забрал, второй не успел. Почему так? Тоже в прошлом видео что-то там было. А, потому что заходишь и сразу атакуют. Я понял. То есть, ты можешь зайти и выйти только на одной скрытности. Понятно. Да. Эта зона вообще нам не повторится. Следующая. Да, тут скрыл дверь. Так давно хотел ее вскрыть. И там ничего нет. Посмеялся с меня создатель игры. Замок я не открою. Под камерой люди ходят. Это контролируемая зона. Зайду сразу в неизвестность от того, что я делаю. А тут, о, хорошее место. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты же нас будешь... А вот, кстати, нет. Вот, кстати, нет. Вот, кстати, нет. Ну-ка. Кстати, долго не видит. Можно попробовать. Сейчас этот двигун идет, идет. Вот это. Тут еще один момент я заметил. Успел. Интересный. Если вот так вот вы увидите, но глаза у него нет, значит все нормально. А, сейчас есть проблема. Есть ли зона, опять же, закрытая для прохода. В тот момент, когда зайду. Я атакую без разговоров. Нет. Тубик ОВМК. Ха-ха-ха. Классная штука. Мы все больше и больше узнаем механику игры, которая используется при краже. Так. Опять же, нам все равно, кто у нас видит издалека. Главное, чтобы нас не видели те, кто близко. А, наверное, не получится, да? То есть мне нужно, чтобы не видел рабочий. И вот отсюда пытаться дойти до... Так, подождите. Я вообще этот ящик. Что я себе представляю. А, хакерство. Не поможет мне ничего. А, и тут эта вот штука подлая. Я понял. Что здесь... О, тут тоже можно попытаться украсить. Так, ребята. Вот он. Вот он. Еще и качество неплохое. Красота. Только что же делать? Придется еще один пистолет делать. На шокер же смысла нет его ставить. Он нужно ставить на плазму. Да. Так, ладно. А что ты хочешь... А, я с собой таскаю эти мусоры. Ну, кстати, 28 это очень мало. Как говорится, я украл 28. Мне не нужен. Ммм. Ты согласен купить 3 ремнобора. А у меня там валяются. Так, я надеюсь, тут ничего не пропадет. Побегу-ка я за ремноборами. Если что, загружусь. Если мне так сильно не повезет. Хотя не хочется, конечно. Тут ремноборы валяются. Где они? Вот они. Все идите ко мне. Кстати, нужно избавиться от вещей, которые я пока не готов продавать. Может где-то кто-то электричество будет бить. Оставим. Это моя родная броня. Кстати, наверное, стоит такие под гранат взять. Это я продам, получается. 31. Да, 28 это какой-то лишний у меня появился. Ну, как-то так. Побежали. Потом, кстати, нужно и с этим оружейником тоже поторговать, наверное. Так. Моя штука не пропала. На месте. На тебе. На тебе. Три к двум. Согласен. Больше ничего тебе не интересно. Что-то для меня интересное есть. Так. Чертежа щита нет. Случайно уже. Вы везде их светите. Детали к щиту. А что с ними идет? Ядро так себе. И броньку смотрим постоянно. Кстати. Ага. 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 Арбалет это оружие одного выстрела. Похоже на плазму. Много очков на выстрел, но при этом куча бонусов на стреле. Меткость. Что-то такое промежуточное между винтовкой и мощным пистолетом. Меткость. Что ты можешь мне тут. Да. Я чуть зря. Мучиться с ней ничего не произвел. Ооо. Хо, 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 хо. Ребята. Ребята. Тут надо пробовать. Сохраняюсь, скорость и минус. Пошли, чтобы его спрос я делаю. Угу. Вот этот тот момент, о котором я говорил. я все везде успел, или нет, или ты меня видишь отсюда, ну-ка, ага, пока я не попытаюсь забрать, они не реагируют, то есть действительно есть этот вариант, когда вам не дадут забрать, чтобы вы не делали, нужно сильно прокачать скрытность, а мы сейчас попробуем, я сохранюсь все равно, съем пищу, которая повышает сильно, от чего там она зависит, скрытность, только от проворства, и что будет, если я сожру вот это плюс 3, давайте посмотрим, сколько у меня, 80 по-моему, да, 80, да, и вот если я сжираю эту штуку, остается сколько, все, а почему так мало от этой бонусной агилы, где вообще бонус, или они не успели, а они что, не складываются с бонусами вещей, 3, 2 от вещей, сожрал эту штуку, плюс 3 основных, ааа, там неправильно переведено, там плюс 3 вот к этим навыкам, а не характеристикам, ай-яй-яй-яй-яй-яй, толпа от него никакого от этого пирога, вот что дает в основной этот самый, ну-ка, да, да, а там никакой разницы, вообще никакой разницы, ну, я не думаю, что 5 очков что-то решат, давайте попробуем, да, все, разобрались, к сожалению, этот пирог ни о чем, обидно, очень обидно, так, я все забрал, что может быть интересного, да, что тут еще можно украсть, ничего, ну все, на данный момент все, что мог, я стянул, и подучил правила кражи вскрытности, так, ах, ну да, я не глянул, ты что хочешь, потому что у тебя ничего нет, я понял, грибочки тебя не интересуют, есть броня какая-то, глянем, вот такая броня, может быть, как моя, ну, посмотрите, какой маленький штраф, я раз такую видел, как круто, ничего, если все хочешь, мои батарейки, нет, батарейки тебе не да, кстати, есть смысл найти оружие, пистолет хорошего качества с минимальными очками на выстрел, 16, это, наверное, какие-то 5-мм, у них же бонус противоворота, о, тут тоже можно попытаться что-то украсть, посмотрим, есть смысл, и тут есть, и тут есть, пробуем, так, помним, вот, видите, он глаз видит, но на самом деле не видит, вот такой казус, пошли к этому шкафу, тактика работает, то есть, если глаза нет, то то, что вы видите, ничего не означает, так, неужто мы еще этот, сможем обчистить, зеленый, желтый, оранжевый, без проблем, так, наверное, закрыто мне произведение, да, это не для нас, так, ну что ж, давай посмотрим, что у тебя по пистолетам 5-мм, есть ли что-то лучше, чем у меня, люгер, кто-то плохой люгер, у меня 21-28, а он 9-мм, а ты, наверное, 5-мм, и да, 16АД, кстати, люгер и есть, тот пистолет, который нам нужен, ну да, по-любому, он и меткий, и те же 16АД, и 4А19, почему я хочу пистолет, потому что мне нужно какое-то оружие, которое будет уборачивающихся этих пробивать, то есть, с ним стреляешь, пробиваешь колено, и, по идее, пробив колено, мы его снижаем, надо проверить, шокер-то точно забирает утонение, тут броню взять на смотреть, так, вот этот люгер мне нужен, что я там украл, может ты что-то у меня купишь, из того, что я у тебя же украл, и, кстати, к люгеру нужны патроны, чтобы он все-таки урон наносил, вот я не знаю, есть ли смысл в экспансивных патронах, потому что у них броня у всех, то, что они уворачиваются, значит у них броня слабая, правильно, это взаимозаключающие вещи, по идее, вот у меня есть бронебойный, ну это я целью, кстати, мутанты на свалке, очень жесткие типы, ловушки видят, капканы видят, и почему-то сбегаются со всей свалки, прямо как будто, ну да, они наверно то, что они будут там, то есть оно считается как полуфракция, то есть, тронешь, они все бегут на разборку с вами, так, патроны, а, тут и нет патронов, в принципе, крутых штук я, 5 штук, подождите, у меня есть такие, поэтому, вполне возможно, на битлу с мутантами есть смысл, но давайте возьмем, придется загружаться, чтобы выучить, правильно ли я думаю, что если он уклоняется, значит у него проблемы с броней, 5 миллиметров, не, люгер 5 миллиметров, качество 780, повороты, меткость, очень на тебя надеюсь, так, ты 11, ты будешь, наверное, 12, да, но здесь, если покругление, ему тоже 11, ой, какая сумма, ну ладно, там кто-то все накрал, продам, кстати, нужно проверить, может мы еще сможем, может сможем и оружие продавать, о, можно продать химпистоль, ой, качество 59, не, 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 может я еще соберу этот химпистоль, тоже интересно когда-нибудь, но я до того времени, наверное, вещь найду получше уже, так, придется, придется, что мы с собой носим, что нет, так, ладно, ты пока валяйся, тут, качество не очень, вес маленький, можно не выкидывать, а, суперское ядро хочу, так, все эти бутылки, капсулы, так, это кто-то должен купить, пси, нужно искать, что кто-то забрал, короче, бегать не ищу, бегать здесь кругами, а, оружие, я себе пистолет-люгер взял, что ты в руках даешь? 12, как я и думал, ну, пока экстансины не будем тратить, так, угу, еще есть, что продавать, это броня для чистого стелса, ну, а не думал, что намного больше, кстати, можно проверить, там агила дает, такой бонус хороший, это было 80, ууу, агила дает сильно, вот это да, ладно, пока я праздник не собираюсь, возвращаем сюда, пистолетов многовато, вот, надо отказаться, а, я один ношу чисто, молотобои сносил в надежде носить урон нет нет смысла то есть точностью здесь на 20 AD уходи максимум места нужно очистить о два противогаза совершенно одинаково кто-то хотел противогаз кто-то хотел я видел что ты так много времени трачу на этих торговцев на да осталось идти кастоправу там посмотреть и к электронику и все давайте куда-нибудь пойдем а что куда пойдем попробуем поплыть квесты выполнять я бы хотел еще один уровень прежде чем начать зачищать мутантов это будет очень конечно сложный вопрос как с ним определиться я не знаю какой брать перк дело в том что я не вижу ни у кого четвертого уровня всеспособности который дает нам очки действия да что ж такое что сговорились и никто ничего не покупает вот все покупает он ничего не хочет брать да нужно уходить погулять чтобы тут обновился инвентарь это мой лазерный пистолет кто тебе его не продаст ядра хорошего нет ничего нет придется умного модуля поваляться все наверно поплыли еще раз сколько у меня 105 и 160 ну так нормально ладно если что будем что-то перерабатывать а я хотел все зачистить слева там я не все пещеры подходил ладно идем по квест может успеем в этом этом видео уровень получит так мы отплываем поэтому я сделаю вот так вот так пошли пошли поищем потерянный груз вижу сайлой все-таки нашел кого-то достаточно поехал что хорошо я привезу вас туда но я ни шага не сделаю с берега я не трясу но от этого места мне мурашки по коже что такого страшного в этом месте но я не слишком суеверен обычно не слишком безумные не слушаю безумные байки моряков которые слишком много грибных кексов если вы понимаете о чем я но в этом случае все правда это я знаю из личного опыта видите ли что-то не так на молчащем острове я не знаю привидение что-то другое но что-то странное там творится например ладно слушайте тогда как-то раз я возвращался из корс сити и у меня начались проблемы с трансформатором двигателя что и почнить его мне нужно было выключить главный двигатель я не хотел делать на посредине реки потому что течение было сильным а я знал что по курсу есть талагмиты я мог врезаться в них так что я бросил евро в месте которые мои моряки называют молчащим островом я слышал в байке что это место проклято и тех кто провел там слишком много времени больше никто не видел ну и подобную чепуху но это не испугало меня единственное что меня беспокоило нет это пиратов и насколько я мог судить их там не было я выключил двигатели прожектора потому что не хотел чтобы меня заметили или что батарея разорядилась прежде чем и закончу ремонт так я и работал там в тишине со светительной вспышкой с Advance госле техектор хватало только чтобы видеть что и делал у меня уже несколько часов чтобы починить трансформаторно мне это удалось я запустил двигатель начал поднимать язык и включил прожектор а и тогда ее видел или точнее сказать его я видел себя стоячий на берегу смотрящего на меня дело в том что видео парня который очень похож на меня и даже не в том что я увидел парня который вы видел точно так как я он был одет точнее такую же одежду с пятнами и дырками также где были на моей одежде, как будто я смотрел в зеркало, только его поза была другой. И ты знаешь, что было самое страшное? Несколько долгих мгновений я не мог точно сказать, кто из нас был настоящим. Это было самое жуткое, что я когда-либо чувствовал в своей жизни. Я не знал, что делать. Я просто стоял там, глядя на него и слушая, как поднимается якорь. И как только якорь поднялся, я нажал на газ и понесся оттуда. Блин, у меня от этой истории мурашки. Он кивает. Да, так вы уверен, что все еще хотите, да? Так, история молчащего острова. А это он тоже самое повторяет. Хм. Так, ну... Я читаю все-таки текстовое содержание понемногу квестов, которые предложит выполнить. Ладно, отправляемся, чтобы было все честно. Вообще, нужно было, наверное, вернуться и купить фонарь. Но попробуем играть так, как мы знаем. Из истории мы поняли, что... ну, там как-то так завуалировано сказано, что его спасло... спас свет вышки. Поехали. Вот, пошло ощущение. Видите, грибы везде лежат. Это нужно возле них стоять, чтобы вас ощущение не взяло. хм, интересно, это если я был бы с фонарем, то вообще проблем не было. Угу. Проиграл полностью я. Инициативу. Надо было гриб съесть и ставить на место. Давай, ты единственный, кто мне опасен. По-настоящему. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. У меня батареек полно. Да, наверное, будем тратить. Ладно, чего. Чего жалеть. Как это может быть? 95%. Я сейчас ругаться матом буду. Что за идиотство? 12. Еще остаются высцы. Ладно, раз маленький, не столь мне опасно. Да. Ох, погрезет меня эта гадина. Ой-ой-ой, сколько вас. Придется гранату кидать. Кстати, нужно дать другие гранаты. Давайте кучу. Ой-ой-ой. Сколько вас, козырны. Нужно было взять эти гранаты. А, наверное, можно уплывать, приплывать, мне кажется. Четыре хода странное ощущение. Ладно. Жадничать не буду. Главное, себя не подорвать. Да. Ну, самых главных опасных врагов я как раз ранен. Но мазать при 95% мне это не понравилось. Конечно. Ой-ой-ой-ой, как же они не нравятся. Тебя нужно подпускать. Два земли, 20 лет. Ой-ой-ой, свет не помогает. Сейчас я слой свет сделаю, потому что доиграю. Я отошел так, думал, что... Мне это поможет, но... Видать, нет. Ну, иди назад на свет. Ой-ой-ой, я еще и пси-жук капремонюю. О, там помогает мне мой этот самый. А опыт кому? Не мне. Так, где пси-жук далеко. Тогда мы теперь сделаем вот так. Я же прокачивал темпоральные слии, эти самые. Поэтому давайте... Усложним ему... Усложним ему... Жизнь. Ой-ой-ой. Гад ты я таки. Ты еще второго какой-нибудь... Подзови. О, пришел на помощь. 75. Мне кажется, я тебя не убью. Он постреляет по тебе. Ну ладно, давайте. Ой. Ой-ой-ой. А я не так хотел сделать. Чего ты? Все. Бежать некуда. Ну, темпоральная моя магия работы. Хватит бринькой. Есть. Опыт мой. А, 62. Я уже забыл. О, пошел куда. Иди работай. Это ты хорошо выдумал. Это ты выдумал хорошо. Не надо было крикать, а вторая. Да, понятно. Все решат для меня. И грибы нельзя собирать. Возле них я спасаюсь. Короче, это будет долго. Мне так нужно тут большие кучи врагов собирать. Ой, главное не забрать гриб. Так, шкурки делаем хотя бы. Органы не будем даже таскать с собой. Так, сохранились. Да, прикольно получается. Прикольно. А, побежали без всяких этих. Ага, без всяких этих. Ну, в принципе, можно вот так. Пока ты до меня добежишь, я уже тебе навешаю гадости. Более того, это могу еще и замедлить еще. Ой-ой-ой, как. Стоит ли я не знаю. Ну, ладно. Да, классная штука. Пси. Изставляет, как хорошо играть этим. Пси красавцам. Чистим псионика. Получи фа-6 гранату. Хе-хе-хе-хе. Жалко, что в горшке все. Кто-то еще бежит. Ой-ой-ой. А, ну сейчас мы как бы разберемся. Тоже проще. Стой на месте. Получай крит. О-хо-хо. Ну, теперь все. А, 39 и 40. Так, подождите. Почему я хожу с этим коясом? Ой, тень моя появилась. А почему? Я засмотрелся. Ой, какое уклонение. Ой, какое уклонение, ребята. Хорошо, что ты хоть не очень сильная. Даже люгер на тебя не очень действует. Ну, тут полено попаду, станет все намного легче. Тут я попаду в полено. Физическая мне восприимность. А, у меня есть, наверное, оружие. Надо лазер доставать, когда получается, да? Ну, или плазмой стрелять. Ну, честно говоря, плазмой мазать. Дорогое удовольствие. А что, я в бою не могу взять? Это что за идиотство? Ладно, броню. То есть, запелегангер появится по-любому. Ну, все уника на него, по идее, действует. Вот оно что. Еще и жук туда пришел. Так, вариантов нет. Мне нужно бежать на помощь к моему паромщику. Пусть он отстреливает хоть этих сижуков. Ой-ой-ой, еще невральная перезагрузка. Честно говоря, очень странно. Получается, все-таки нужно всегда с лампой ходить. Других вариантов у вас просто нет. Я даже не знаю, как здесь игра. Во-первых, почему не сбегается со всей карты. Это просто нереально с ними сражаться. Если не сбегается со всей карты. Во-вторых, почему бежит мой двойник. Это идиотство, честно. Почему двойник бежал? Я отошел от гриба и долго продевал пояс, и не обратил внимания. Или он уже получился и сейчас бежит ко мне навстречу. Непонятно совершенно. Ах... Ой, у вас двое. А, этого я достаю уже. Да вы издеваетесь, какая у вас дальность-то? Ну всё, энергия по идее у тебя уже не будет. Так я не понял, когда появляется двойник. То есть как определить, когда он появится? Два раза тебе надо... Ладно. Очень понятно, бежишь не глядя к грибу. А ещё лучше с фонариком ходить. Я думал, зачем там фара такая? Включаешь фонарь с абажуром. Получается носишь его с собой. Вот, там 19.43 это 20. Ещё рано. 29.50. Хотя может я из этой жадности влечу. Так, покажи мне что здесь. Нашёл каменный брод. Подожди. Узбавимся. Угу. Так, бежим к этому по каменному броду. Так, что получается. За один ход нужно добежать и всё. Если два хода стоишь или три, появляется уже возможность что придёт к нам наш двойник. Ну, лазером мы с ним разберемся. А, подождите. У него у ворот страшный. Вообще достаточно странный двойник. Я ещё не выучил, носился это время зря. Достаточно странный двойник, потому что более сильный, чем я, и уворачивается и тому подобное. Так, ну понятно, надо перепеть. А, я взял уже пояс. Да. Ой, батареек полно. Должно хватить на все мои приключения. Ммм. А, выбора нет. Надо брать дранатовое глушение. Единственное, я вот заменил бы эту. А слабее, конечно, но у меня их полно. И если глушить. Кстати, огонь очень поможет. Очень поможет огонь. Уже даже лучше, чем. Ладно, проверим. Так, и скрытность получается лучше не включать. Где мозгляк? Куда я должен бежать в следующий раз? Аж так за поворот. Что-то далековато. Как бы меня не побежали. Оп. Я в домике. Интересно, если тут рыбачить что-то будет. Ладно, рыбачить можно возле рыбака. Так. Ой, мозглячок, где ты? Не успел, но есть враги. Где враги, кстати? Покажите мне. Озерный гриб враг? Ну, вариантов нет. Выбегай, я тебя не вижу, враг. Ах ты ж гад. Как я вас не люблю. Ты ж там не один, правда? Так, тогда с тобой надо быстренько разобраться. Максимум урона. И что, меткость стала лучше? Коленку показать я постурил. Да, ну вот мне не нравится, это тупой риск. Еще кто-то бежит. Ладно. Перекрутим. 17.43. Да, еще рингард. Но если щетка подбежит второй, будет жесть. Начнется невральная перезагрузка. Так, что-то там накрутил. Да, накрутил, но не то что нужно. А, я могу прятаться от тебя, красавица. Если я не ошибаюсь. Сюда вот. Вроде попытаемся просто стрелять. Так. 86. 71. Да, не стоит. Попытаемся количеством заменить качество. Ой, не пошло. Качество. Выживешь, гад. Я понял. Спрятаться нельзя. Честно говоря, лучше не прятаться, потому что придет двойник. Терпи. Если у нее синергии нет, то ничего страшного она не сделает. Отлично. Последний. Не уверен, что я пойду в остров. Все жрется так сильно. Очень сильно. А это вот, до дедового контейнера я сюда и ходил, так понятно. Понимаю. Все? Да, все. Я что-то думал, что тут будет больше. Приключений. Даже интересно двойника своего сделать. Убить что-то. Выпадет из него опыт. Сейчас проверим. Не уверен, что нужно такой риск устраивать, но почему нет. Так. А вот-вот-вот. Я понял. Здесь очень много секунд. Три. Это, наверное, три хода для его появления. Или что? А, подождите. У вас как-нибудь заказчик. Я круг еще не замкнул. Обижали. Ага, обломки, ой, гадость такая, нужно аккуратно переманить выстрелю первым, где-то. А двойника вызову уже возле их. Там есть еще один, этот самый, наверное, пик его, чтобы ты... Вот он ты. Ай. Ну ладно. Да, иди ко мне. Раскрыл мозги. Ох, ты прошел, вот если все терапии будут. Да, справились. И он один. Прикольно. А-а-а. А не скидывается запас, посмотрите. Еще пару таких протыков и по-любому бежит ко мне красавец. Ну давайте, все равно хочу с ним сразиться. Я так понимаю, с фонарем в руке здесь вообще никакой сложности не будет. Все. Да. А-а-а. Зона перехода. Ничего себе. Все. Без ходов он должен появиться. Нет. Два хода. Так, подождите. С ним, наверное, нужно разобраться сейчас, чтобы не копилось это. Давайте сделаем так. Приходи. Два. Три. А чего это число растет? Четыре. Пять. И что? Ага. Пять секунд он придет. Допель-попель. Ой, какой ужасный этот самый. А кстати, тут электричество. Ай, ему по барабану. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как интересно. Его оглушить нельзя. У вас единственный шанс с него попасть. Явно колено ему не сломаешь, правда? Нет. Все, я понял. Его вообще никак нельзя убить. То есть вам нужно добиться того, чтобы он не появился. Задумка ясна. Фару нужно покупать и с ней сразу ходить и даже не переживать. Где? 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 Где свет? Загадочные монолиты. Три странных монолита поднимаются из воды и украшают знакомые вам свечащиеся символы. Кажется, от них исходит у вас слышный гул. Возможно, этот гул просто у вас в голове. Сосредоточиться на монолитах. Вы сосредотачиваетесь только на звуке, исходящем от монолитов и светящихся символов. А очистил свой разум от других мыслей. Через некоторое время вы начинаете терять восприятие мира вокруг. Вы больше не слышите звуков падающих с потолка пещеры капель и копошащихся вокруг грибов насекомых. Вокруг только тьма. За исключением странных, светящихся символов. А единственный звук – это гул монолита. Надеюсь, ты мне какую-нибудь псину учишь. Вы понимаете, что это может оказаться опасно. Продолжим. Давайте. Может, здесь можно убить этого. Вы пытаетесь сосредоточиться, но внезапно у вас захлестывает тревожное чувство, как будто рядом с вами и другие люди. Ваша концентрация прерывается. Это всё? В чём смысл тогда? На вас не действует всё, что… А, ну лазер – чистая энергия. Если плазма не попадала, то и лазер. А может, и света боитесь? Надо почекать вам на свет. Гранату. Не могу кинуть ни отходов. Хорошо, сейчас ещё раз зайдём, попробуем с ситом или щу. Проверим, чем-то они ранятся или нет. Как-то глупо получается, честно говоря. А, кстати, они здесь не появляются. Можете здесь ходить сколько хотите. Только наверху. А стрелять тебя нельзя, раз вы основа нельзя. А что же с вами можно делать? По барабану вам, да? Просто мы нашли источник этих гадостей. А что с ним делать, мы не знаем. Может быть, в дальнейшем. Да, хотел ещё проверить бутылку и гранаты на глушите. Я думаю, их нельзя. Проверим. Ой, я ещё хожу без критов. Задумался. Так. Фу. А что это я вообще ни у кого не выбрал инициативы? Так не честно. Так. Ну, в принципе, могу на этом проверить, какой урон проходит и проходит ли вообще. Чтобы на будущее знать. Справно будет, если можно только пси ранить. Появляется зверушка. По идее, урон временем он никак не может обойти. Я даже не знаю, что такое урон временем. То есть, чем этот урон обусловлен. Ну, странно было бы, чтобы вам давали возможность убить его только с помощью пси. Ну, мне кажется, там следующий уже вызоват окончено. Нет, ноль. Ноль. Всё. До свидания. Если будет какое-то решение в дальнейшем, тогда сюда вернусь. Всё. Я понял. Не дали вам возможность с ним сражаться. Здесь единственный вариант. Бегать так, чтобы он не появился. Если появился, вам с ним уже не справиться. Монолиты могут быть только для красоты. Вполне возможно. монолиты только для красоты. А ну, подождите. То есть, пропадет это. Появление этого самого. Гада. Если буду приплывать ещё раз, чтобы этот счётчик точно не работал. Мы поплыли. Груз-то я нашёл. Я нашёл груз. Уходим. Отлично. Сматриваем удочки. А кстати, не факт, что у нас ещё раз сюда захочет привезти. Ага. Можно приплыть. Так что, вполне возможно, мы в будущем узнаем, что и как с монолитами сражаться. что я не верю. что программисты зря рисовали остров, монолиты и тому подобное. Если кто-то объект в игре есть, на её потратили силы и ресурсы, значит, он должен быть там использован в этой игре. Ну, естественно, могут и объекты вести только для того, чтобы антуража добавить. Это тоже может быть, конечно. Ты, кстати, согласен их покупать. Их, кстати, не ешево. Пачества у них никакое, поэтому я согласен их продавать. Ты согласен покупать, я согласен продавать. Так. Сразу же бежим по торговцам. Муфта. Кишочки не хочешь. Ты согласен на грибы. Подождите. Что-нибудь я не посмотрел. Оныне. Ёхан. Ёханный бабай. А ты всё только на батарейке целишься. Кстати, ткань хорошая, очень качественная. Нужно уже какую-то ткань спускать на производство брони, которую потом продавать. Я не помню. Что за вещь? Понятно, метательный нож. Не видел никто, чтобы ее покупал уже. Угу, шкура против кислотных собак. Держу про себя. Не понял. Откуда он у меня уже готовый? Где-то подобрал, уже даже делать не надо. Прикольно. То есть я уже могу с собаками полегче сражать. Ну пусть будет так. Что это такое? Хм, на пистолет, на... Я так понимаю, он ставится только уже... Ну ладно возьму. Во время производства. Так нельзя поставить на готовый. Так. Вот эта броня хорошая генерировала. Ну вот, пожалуйста. Как мой жилет, 9-10 процентов. Я уже на 8 купил. Ладно. Тут на 19 не появляется. Так. Ты что, по оружию опять выступаешь, да? А, и вот противогаз лишний можно тебе отдать. Так. Это богатство оружия. Так. Какой-то люгер немой. А, оба мои. Один с уроном. Другой. Чтобы против уворачивающихся ребят. Работать хорошо. Ну и броню против мутантов. Можно попробовать использовать. Так. Так. Оружие тебе нужно перенести. Так. Вот оружие. Нужно сразу починить. Починил. Теперь тебя сюда. Тебя продавать пока не будем. Что? У меня уже 2 брони. Одна стелсовая. Согилить и одна такая. Хорошо. Какое оружие будем продавать? Ну, так как, по-моему, тут мне не нужно. Соколик без ничего. Молотобой 44. Нормально. Пизидичный соколик. А может ты уже арбалеты покупаешь? Так. Арбалеты, ребята, как не интересовали, так и не интересуют. У меня есть пузырные гранаты. Возьму еще одну. Думаю, мутантов толку надо покататься гранатами. Разрулить. Не факт, что получится, но все же. Так. Может показаться оружие точно. Нет. Только ткань тебя интересует. Органы. Да. Определили, что это навыки. Видно, читал неправильно. Какие-то написаны навыки. Все четко. Ну, квест мы выполнили. Сейчас сдадим его. Так. Костоправу. У меня пси всякая. Дребедень виляется. Куда б купать не хотел. И сейчас нет. Кочет. Еще и органы забрал. Тут ничего не меняется. Тут тоже. Так. Так. Тебе ничего не интересно, кроме батареек. 7, 5, 49. По-моему, эти обновления не произошло. Какие же параметры и были. Жаль. Ну, что ж. Пошли квест сдавать. И нужно уже с кем-то воевать, честно говоря. Пойти зачистить влево эти все местности. Так. И да, кстати. У него что же квест здесь еще. А ну-ка. Да, нельзя. Нельзя. Не посмотреть ничего. Понятно. Наверное, все такое. Так. О том утраченном грузе. Как успехи в поисках? Да, он у меня с собой. Отлично. Ты сэкономил мне немного денег, малыш. И в свою очередь, как и обещал, я сэкономлю немного тебе. Ладно. Вот что нужно сделать. Во-первых, возьми этот ключ. Иди в трущобы и найди хижню с вентиляционной решеткой рядом с дверью. Это в юго-восточной части трущоб. Ключ откроет дверь. Внутри ты найдешь потайную дверь, которая ведет в червоточине. А червоточина приведет тебя на склад А. И когда ты закончишь свое дело, парень, возвращайся ко мне. Возможно, у меня будет для тебя кое-какая работа. Так, мы близки к уровню. После уровня уже можно было пойти. Но хочется посмотреть на эту дверь. Так. Интересная решетка. Юго-восток. Тут вообще такое впечатление, что эти стороны света постоянно путают. Путают. Красная иногда показывает на север. Иногда со зрителя на эту зол почему-то он показал не в ту сторону. Это был юг. Дверь. Решетка вентиляционная. Вот она. Да. Никто не бежает, если я захожу. Что? Явно она. Может что-то дашь еще? Взлом замка 60. Давай. Хех, ну ладно, спасибо тебе за опыт. Интересно, что это в этом коридоре есть. все пусто. Зачем ставить шкафы, если они пустые? Хилл. Проверяем и попытаемся покрасить. Он красный был? Да, он был красный. Не попытаться обидно же будет, правда? Нет, за какую-то несчастную деталь они горзу вырвут. Причем, как я говорю, все это бессмысленно, можно что-то не собирать, только магазины, ничего не открывать. Так играют знающие люди, которые сразу хотят прорваться в конец игры и там все выполнять. Добро пожаловать червоточину, брат. Куда меня проведет этот туннель? Пункт назначения Ад, брат, также известный как склад А. Я пойду. Ну, такой-то разговор интересный у нас получился. Пойду, конечно. Мин тут нет, я надеюсь. Ой, напугался. Уберите ли тут всякие гадости. Где я появлюсь? Ну, хоть тут что-то дайте. Ооо, вот я уже понимаю. Хакерство. Хочу уровень, ребята, хочу уровень. Тогда я в конце видео попытаюсь с мутантами справиться с пользой супергранатой. Так, а что там за дверями? Так, мы глянем, но пока листья не хочу, попытаемся без стеллажей все сделать. Так, камера, зачем ты здесь? На меня не реагируешь уже хорошо. Может, ботал будет на меня. Ооо, ловушечки. Не зря я хожу по одной клетке. Так и думал, что не может быть. Так, кстати, трофеи. Трофеи, это очень хорошо. Ну, нет, нет, все-таки они не хотят много трофеев на халяву класть. Ой, тут мутанты живут? То есть мне уже нужно с ними пытаться драться? Ну, у меня как раз есть две гранаты. Главное, чтобы я себя не уезжаю. Простите, гранаты, которые хорошо рулят. Тут нужно вас еще убить как-то, а с этим уже хуже. А, не рулят, тут нужно было осколочные кидать. Очень плохо. Не, я не знал, что здесь. Думал, что мы должны выйти в ту зону, вы поняли? И там нас уже ждут мутанты. А нет, они тут сразу есть. Да, тут надо со осколочными гранатами ходить. Она, кстати, хорошо их сжет. Плохо, если я в нее выстрелю, он сразу меня на следующий ход догонит. Вот так он ход по идее пропускает. Делать сид простейш. Два хода пропускает. Ну ага, да-да-да-да-да-да. Ой, тут еще один. Не-не, ребят. Не потяну я тут в сражение. Ой-ой-ой. Давайте посмотрим, как у нас все жестко на будущее. Ой-ой-ой. Угу. В двери встречать по одному. Можно перекрутить. Опять граната. Ну, если были осколочные, вот гранатами их кайтить надо. А-а-а-а. Тут точно так же, как там было. Сейчас они со всех сторон прибегают. Я не вижу, как с вами сражаться. Можно сюда, чтобы собака в проходе застряла. Ну, давайте. Я уже понял, что мы тут слились, потому что я не ждал, что здесь враги будут ждать нас. Ну, мы просто потренируемся. Ну, нужно было собаку прижечь это. Еще можно. Они с уворотами эти гадины. Смотрим. Если забежит собака в двери и застрянет, может мы тут как-то разрулим. Как раз гранаты прочухаются. О, еще и стаи. Все-все-все-все. Да, собака держит. Взять надо полечиться. Эта собака не уйдет, от этой надо избавиться, но, к сожалению... Ты же не выйдешь, тут нет прохода. Выходите только по прямой. В смысле, углом может еще, короче. Значит, собаки... Ой-ой-ой-ой. Какие же увороты у собак, а? Как же вы издеваетесь, ребята. Я тоже, кстати, не могу убежать из-за этого. Вот. Попал. А шанс не вырос. После колена. Да. Да. Вот это собаки, а. Ниндзи. Да вы еще и криты такие выпашите. Ниндзи-собаки. Что-то у вас упал... ...поворот. Одиннадцать ходов задержка. Ничего себе. Ничего себе. Так. Одну собаку я выдержу. А, если отойти собака... Не обязательно... А, там начнут стрелять из-за спины. Да что ж такое. Нельзя отходить, но у меня уже нечем лечиться. Да. Ну, я могу отойти выстрелиться. И отойти выстрелить. Собака очень беззвученная прицель. Ну, я надеюсь, ты не настолько уворачиваешься. Да, кстати, вообще не уворачиваешься. И назад вернуться. К жене лечиться нечем. Да, здесь лечиться можно в принципе один раз только за бой получается. Ой, а чего ты вдруг решил пройти? И как ты... Не понятно. Ну, ладно. Тут было сразу ясно, когда я видел, что их очень много. Единственный вариант, конечно, кидать сюда настоящие гранаты. Так. Я понял. Я почему-то думал, что этот коридор совершенно безопасен. Входи себе. Пока не выйдешь наверх, куда попадаешь в проходы этих утильщиков. Нет. Тут мутанты сидят везде. Так. Ну, тогда получается, если не хочу обузить загрузки, нужно лазить по решеткам, чтобы узнать, кто в комнате есть кто-то или нет. Так. А я увижу врагов. Ну, давайте. На этом задомке игры. Трофей пособираю. Я уже понял. В этом видео мы уровней не получим. А если и получим, то уже некогда сражаться. И наверху все-таки с мутантами легче справиться, чем здесь. А может здесь еще мутантов обойти можно по вентиляции? Что даст нам возможность взять элемент ГУРа и получить уровень ГУРа. Это что за... И как теперь посмотреть на нее, если она была? Тоже идиос. То есть, если бы она была, я бы посмотрел. А. Просто заблокировали. А, заблокировали. Это враг, наверное, подошел в этот момент. Да? Да. Это тут эти ребята сидят. Прикольно. А как-то можно использовать этот момент? С решеткой. То есть, я могу спуститься. А. Я не уйду отсюда, да? Толуха никакого не будет. Кстати, глупо, что решетку не сняли, так как он ловушку сделал. Заглянуть не можете. И если враги полезете, будет вам радость. Я вообще через решетку врагу вижу. А, вижу. Я, по сути-то, видел ребят. На коридоре мне пока не интересует. Так, хотя бы какую-то комнату, если она пустая, спуститься, чтобы выяснить именно, действительно ли. Работает этот момент. В случае с вентиляцией нужно определить. Есть, там есть, там есть, там есть, там есть, там есть. Враги или нет. А, ну мину вижу. Значит, я должен видеть. Вот. Здесь вижу. Да не по зубам мне такие ребята. Я расскажу так. Идемте, я проверю. Коридоры, я так понял, из-за дверей не выходят. То есть, вы можете спокойно ходить. Всякий случай. Ну, мне вот не нравится этот вариант, что открывая дверь, и вы никак не определите, кто там вас ждет. За дверями. Диковинка. А. Другой туннель. Давайте. Может тогда получится, опять же, перед тем, как залазить в комнату, увидеть, кто там нас ждет. Так, я так понял, в туннеле никто не лазит. Никаких метантов. Та же комната, да. Ну, я как бы попадаюсь за камни, что ли. А так я не мог попасть. Да. Тут спрятали шкафчики, которые так не видно. Кстати, они почему-то пустые. Я уже думал, у вас есть возможность. Ну, вот никого. Идея, я должен сюда зайти и проблем не получить. О, терминал. Ух ты. А, это для снайперки. И что можно? Ух ты. Как ты страшно обошел. Я думал, наступишь на мину. Или, если ты их видишь, ты уже... Так, что можно сделать? Можно, наверное, на мутантов натравить турели? Так. Взлом. Первый уровень. Взлом. Второй уровень. Что мне это дает? Без понятия. Ох ты. Может, открыл двери, как наверху я там это делал. Так. Понятно. Вот так вот оно подразумевается, если вы хотите безопасно комнату злать. Хотя одна комната, как ловушка сделана, у нее решетка вынесена и вам... Собаки. Что-то мне подсказывает, если их убивать, они все прибегут. Ну, выбора нет. Нужно проверить. Если я аккуратно собачек убью, кто-то побежит ко мне или нет. В принципе, лазер стреляет достаточно тихо, правда? Ну вот, собака. Я могу, кстати, вот так начать. Пси вообще шума не дает. Ну, посмотрим, прибегут все или только собака. Кажется, открылись двери, да? Или мне кажется. А давайте попытаемся собаку убить чистым пси. Тут же есть заглушенный ствол. Значит, есть понятие шума. Ну, она гавкает, конечно. Ну, еще одна собака-то терпима. Такое дело. Вход что-то долго передается. У меня подозрение, что там еще кто-то бежит. Сейчас это выясним. Жаль, что этого я не знаю так. Можно было бы не выяснять. Если тут невозможно драться, не оживив всех подряд, тогда нужно просто пробегать их. Ну, и... Ну, все в бою не восстанавливается, что ли? Мне придется сделать выстрел. А тебе-то пси хватает, а ты так прокачал темпоральные эти самые... Кстати, вот никаких проблем. Так прокачал темпоральные умения, что пси такой урон хороший она носит. Да, кстати, интересный получается момент. Все больше вариантов, когда я вижу, что всем уникам играть было бы круче. А-а-а, все. Старай себе. Мало того, что 10 максимальная дальность, мало того, что всегда попадает, так еще и шума нет. Ну, кстати, не факт. Может здесь и не выбежал никто бы. Из-за того, что я собаку убил. Такое делал. А что еще на вентиляция, которую я не исследовал? Ну-ка я загляну. Кто? Турелька. Турелька. Это я тебя типа не отключил. Взрывоопасность есть. Да, мне нужен умный модуль, чтобы урон был сильный. Нужна меткость, чтобы легко стрелять этих зомби. Как интересно. Вообще турель можно убить, кстати, я не проверял. Вот мы сейчас спустимся прямо у нее под носом. Я вот не знаю, кто выиграет инициативу. В этот раз выиграл я, но мне интересно, как же с ними бороться. Инициативу выиграл. Зачем ее скрытностью лез, если она видит без проблем? 15, 31. Как раз могу сделать два выстрела из плазмы мощных. У-у-у, у тебя жизней. А, можно спускаться, стрелять, спускаться, стрелять. Давайте проверим этот вариант. Интересный момент. Сколько нужно очков действия, чтобы назад убежать в решетку? Вентиляция, в смысле. Так, ну мы поняли, что скрытность не нужна. Хотя тут эти очки действия не помогут. 10. Ага. А почему ты? У меня инициатива в два раза выше. Ничего себе, какой кубик. Вы поняли, какой высокий кубик? Ну еще раз я хочу просто посмотреть, может мне скрытность у меня не сдает права первого хода. Хотя инициатива, по-моему, он бросает. У нее 10 инициатива, а у меня 21. Но кубик такой большой, что 10, 11, 21 плюс 10. И я проиграл. Что-то я не понимаю. Может он наоборот? Чем меньше человек в число, тем лучше. Занятность, тем вроде растет. Ладно, понятно. Тут ничего не выйдет, не светит. Глазно. В комнату можно попасть вот... А почему я не до шоу не попал сюда? Даже в комнату заглядывает решетка. Нужно вернуться. А, она как бы смотрит в эту сторону. Я могу с этой стороны спуститься и убить, или она повернется ко мне. В реале. Стационарные или нет? Сейчас как бы не повернулось, но что-то у меня подозрение, что повернется. Я даже может пытаться стрикнуть. Давайте сейчас проверим, поворачивается ли она. Угу, можно убежать, действительно. Пострелял, убежал, пострелял, убежал. Ну, сначала проверяем, поворачиваться или нет. А потом проверяем, можно ли вылазить. Стрелять, вылазить, стрелять. Крит прошел. Ну-ка. Поворачивайся. Поворачивайся. Тогда нет смысла пытаться вылазить, если не хочу обузить сейв, потому что инициативу я, получается, могу и не выиграть. Так, а ну давайте другой момент проверим. Я знаю, вам это неинтересно, те, кто уже играли. Если я сожжу плюс 15 инициативы. Вот. Это обнаружение, это инициатива. Всего лишь на 5. Давайте попробуем. Мне просто интересно, как это правильно сказать, можно ли достичь такого уровня инициативы, когда бросок кубика никогда я не проиграю. Вот 26 плюс 3 у меня больше, там 18 плюс 3. Поняли очаги, да? Так. Чтобы убежать, нужно... 15 ТД. То есть я сейчас могу стрелять так, чтобы осталось 15 ТД. Просто стрелять, 15 ТД нет. Есть. И 13 остается. Нет, нужно уходить. Ха-ха-ха-ха-ха. Во время боя убежать нельзя. Хорошо. А можно оглушить? Можно. После чего можно стрелять. Еще раз. Но это тоже полный бедун. Вот это мне не нравится в игре. Слишком большой урон, слишком мало жизни. Слишком мало места. То есть нельзя стрелять издалека, чтобы добегали. Большинство билдов. Да всего лишь эта возможность есть там, кто может спринт включить, да? Нет возможности даже оторваться от врага. То есть все это как на пятачке. Мне это сильно вводит элемент случайности. Промазали все. Посмотрим, что я не знаю. Задавь билд. Там больше этих углов, дверей и окон. Вы поняли. А здесь все вот как шашки. Так, а я вот хоть так и хожу без крита. Ну ешкин кот загрузился. Колено стрелять явно бессмысленно. Ой, а зачем это сделать? Надо было на следующий ход. А, нет, она не пропадает. Не пропадает этот. От выстрела шокер не пропускает. Да ну! Стоп, а зачем так? Есть же тактика совершенно спокойная, свободная. Что же я глупости делаю? Не хочу я будет загрузки. То есть здесь вы поняли. Можно убить его с помощью шокера. Несколько раз попробую. Пока. А, сейчас опять будет. Нет, не будет. Я же могу насильно открыть год. Вот. Все, без проблем. Без проблем. Вот так можно совершенно безопасно разобраться с врагом. Все, нашли. Ну, ПСИ рулит. Реально рулит. Пистолетом сейчас мне приходит подходить. Со снайперки это один выстрел. Не факт, что отступишь. А ПСИ, пожалуйста. 10 клеток куляй до посинения. Ну-ка, ну-ка. А, крита нет у этой способности. Я вспомнил. Ну, ладно. Если мы пытаемся играть по-честному без... А, лазер стреляет из такого расстояния. Вообще проблем нет. Меркает, конечно, не очень. Давайте уже ПСИ, домучаю. Все равно право. А, нет. Нет, нет, нет. Хотя, пока у меня есть резерв. Почему нет? Вот, закроем битву. Резерв восстановит и выйду опять по куляю. ПСИ. Да, хорошая штука. Реально хорошая штука. ПСИ. Давай мне похоже бой. Ты не лечишься, кстати? Нет, не лечишься. Ладно. Ботарейки поэкономлю. Интересно, сколько опыта дают за тебя. Откуда ты взялась, гадская собака? Так, если я тебя убью, прибегут ко мне разбирать. Кстати, что я делаю? Я же помню, что с собаками нужно вот так. Смотрим, будет ли кто-то прибегать. нет. Значит, они не выходят. Собакой зря тратил ПСИ. Ребята не будут выходить. Ну, хорошо. Только рад. Значит, сначала нужно зачистить коридор, потом разбираться со всеми остальными. зря тратил ПСИ. так долго тебя мучаю сколько опыта за тебя четыре раза могу временно искать кстати крик то нужно вернуть ну постреляем сейчас пистолета ну да кстати какая разница попаду будет перед него попаду не выйдет Тоже хорошо, так, 5.43 можно заправить, 39.50 заправлять не нужно, ПСИ можно восстановить, кстати ингаляторов надо будет купить. А, я один где-то нашел. Так, и зачем я тут? А это что было? Это я столько ходил и до сих пор не заметил ловушки? Да, хотите меня заставить ходить по одной клеточке? Хорошо. Ладно, сначала зайду сюда, потом дальше. Так, ну давай, раз, тут ловушки. Да. Значит, будем аккуратно. Зачем мне эта комната? Это наверх я пробрался. Я хотел здесь еще кого-нибудь поубивать. Кстати, сколько дало... А много дало опыта эта гадость. Ай, наверное, уже не увижу. О, как! Попал в дом? На свалке? Классно. Куда я могу выйти? Ой, это не на свалке. Это не на свалке. Ой-ой-ой-ой, стойте, стойте, гады. Ой, сколько вас. Так, ну опять же сражаем. А, я уже зажалился. Уже до конца до сражались. То есть по-любому нужно одеваться против кислоты. Я понял. Ладно, уровень добью. Будем думать в следующем видео, как сражаться. И самое главное, что мне взять. За перк. Ну, кстати, здесь очень зайдет перк амбуш. Засада. Просто очень. Да, мог я не сражаться с этой пушкой. Засада зашла бы очень хорошо. А, подождите, я же хочу попытаться типа честно. А не открывать двери. И если там враги загружаться. Посмотрим. Коридор. Будет идут решетка, которая покажет мне комнату. Будет тут стать один-единственный мутант. Можно попытаться с ним, может я и справлюсь. Если не будут прибегать, конечно, помощники. Будет хорошо, чтобы никто не прибегал. Есть уровень. Проверяем. Никто. Жалко, что я совершенно непонятно. Когда слышат, когда нет. Как это все организовать? Так себе ядро, но... Вот в окне никого не вижу. А, там есть еще вентиляция, выясним точно. Так, и здесь, по идее, я спокойно сражался с этой гадостью. И что получается, в дверь я должен заглядывать и рисковать. Я никак не вижу, что за ними. Переход. Все, я понял. И здесь тоже я должен обязательно открывать в окно, как бы никого не видно. У меня, кстати, трофеев полно. Ну, на ручках у Валды не хочу. Тоже наверх, правда? Я уже не буду выходить, если наверх в здание. И оказывается, они на свалке уже собаки и мутанты бегают со всех сторон. О, а тут я сам ходил. Да, ходил, только пройти не намешал. Так, я думаю, скрытность мне поможет посмотреть, где-то есть на собаке или нет. Собаки есть. Кстати, только две. И вполне с ними можно справиться. Давайте попытаемся. Закрою сначала. Вот так. Отходить мне не нужно, поэтому можно... Ну да, они же уворачиваются. Так, вы гады. А не, я там еще бегут, ребята. Фуууу. Так, ну бегите, попытаюсь гранаты кидать. Там подобно. С одной собакой можно пытаться сражаться. Можно, если страшно, ее оглушить. Так. Да что же у вас у всех уклонение такое? Явно сюда нужно идти с большим уровнем. Хорошо, если вы все такие уклоняющиеся. Видите, какая красавица. Тогда лучше вложиться в урон вот так. Блин, я же специально взял пистолет этот с пулями. Чего я играюсь. Ну ладно, уже раз началось. Опять же, пробуем, если нет, дальше посмотрим. Так, с Собакевичем и держим. Ты, кстати, с пистолетом бежишь, паразит. Удобная штука держать. И не факт, что он с пистолетом что-то мне сделает. Особенно, если я буду его... Да, нужно было пистолет взять, люгер. А я не достаю. Ну и ты меня тогда не достанешь. А лазерный? Тоже нет. Здесь ты так-то. А тебя я вижу. Достать не могу, только собака. Кстати, почему такой меткость хорошая? А, наверное, собаки тратят ходы, и тогда меткость встает хороша. Ну, без проблем. Подбегай. Раз я не могу... А почему ты можешь стрелять, а я нет? О-о-о-о. Это ты нехорошо выдумал. Очень нехорошо это выдумал. Такие варианты мне не нравятся. И этого никак достать не могу. Да, хорошо. Все равно попал у кого-то, да? Но не в того, кого надо. Подождите. А внутри здесь нельзя так стать, чтобы... Меня не достал тот раньше времени. Хотя, какая разница, может, лучше от собаки избавиться. Он с ножом. Не факт, что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята. Что вы творите? И почему твой пистолет стреляет дальше моего? Ой, там еще с арбалета кто-то за спиной, да? Кто-то за спиной с арбалета. Ну вот, можем перестреливаться. То у кого-то, то мало. Он попадает. А он попадает, гад. Вот если не тот пистолетом, можно сражаться. Еще меньше. Так, ладно. Давайте попробуем сразу с ним с пистолетом без оборота. А хотя зачем? Я же хотел уровень получить. Назад вернуться. Я, может, оружие возьму уже. Да, это я просто увлекся. Ну вот, оттуда лучше всего сражаться с мутантами. Наверху их прочистим таким образом. Не фитры. Ручка. Взлом. Прокачка аж прет. Спислил. О, ящичек. Пустой, конечно же. Ну, давай свою ручку. Хотя скоро я буду перегружен уже, да? Ну, давай выглянем. Кто-то мне подсказывает, что здесь. Ждет нас характери. А, поэтому, кстати, никто прибежать не мог. Дверь была закрыта. И жаль, что как в фалауте нельзя ее закрыть, чтобы никто к нам не прибежал. Нет. Пушки нет. Только этот самый. Так, а здесь я видел, они сидят здесь. А как узнать, в этом предбаннике они есть или нет? Только подставляться? В предбаннике нет. Есть вентиляция еще с той стороны. Понятно. Сидят здесь и вот здесь. Супергранаты решали этот вопрос, мне кажется. Ух ты. Нет, ничего. Себя не представляет. Хакерство – это хорошо. Это опыт и шанс, что там что-то хорошее. Стеллаж, пусто, вентиляция. Все. Все, мы исследовали. Две комнаты с мутантами. На улице можно. Очень удобно разобраться. Да, идемте. Пройдусь по торговцам. И в следующем видео будем думать. Вы, кстати, можете отписаться. Какой перк лучше. Но, я говорю, самый лучший тут перк будет засада. Но, честно говоря, он 7-минутно хорош. Но, потому что криты будут плюс 30. Даже больше. Но, если я где-то здесь найду, кстати, скажите, где есть учитель или где взять этих учителей электронных, чтобы получить вот такую штуку, только в треточке вправо, чтобы получать плюс 20 АД на выстрел. Ну, хотя, что такое плюс 20. На данный момент не два выстрела, а один. Так что, вполне возможно, можно отложить, взять аперка, которая дает плюс 5 очков. Все способности, а увеличивающим или уменьшающим ходы. Ну, сто вещей полно набрал. Да, прикольно. Вещей набрал сюда, прошел. Где это я? Торговцы тут идемте. Сразу пройдемся по ним. Потом глянем уровень. Посмотрим, что можно получить за него. Так, что-то там я набирал. Может, что-то для тебя есть. Ничего, да? Будешь только эти элементы. Да, ничего, действительно. Тут. Изменения есть, но что проверил? Эффективный. О, полночущий. Что ты делаешь? Среднечастотный. То, что мне нужно. Я так понимаю, это против пистолетов. Низко против оружия. Высоко. Йонг по 422. Вот у меня уже есть возможность с мутантами сражаться полегче. Интересно. Интересно. О. Вот это все попоявлялось. Сейчас все деньги спущу. То есть, он делает то же самое, что мои яички 8-3-та. Но я еще могу включить в виде темноте. За деньги. Ой, за электричество. О. А вот и шоковый пистолет. Да что же за день такой? Просто праздник какой-то. Ух ты, и качество 58. То есть, я могу переделать плазменный пистолет с умным прицелом. Так, давайте-ка я сохранюсь и все-таки поэкспериментирую. Я ничего не знаю. Какой шоковый? Сначала посмотрим, что мы получим с шоковым пистолетом. Ладно, продавать ничего не буду. Что мы получим, собрав энергетический? Так, у меня есть очень хорошее ядро. 11-33 урон так себе. И 50% шанс. Старь будет аукцион один ход. Поскольку, ой-ой-ой, сколько ты хочешь на вейстре. Не очень-то ты и хорош. Но в дверях он хорош тем, что будет прыгать урон. И я могу это самое. Так, а если я ему крит даю? А, урон идет от крита, наверное. Тогда есть смысл, честно говоря, вот эту штуку ему засунуть. Собаку в дверях, к примеру, оглушить. Критом прицельным выстрелом глупить с огромным уроном. Еще и всех пораню там. Это да. Лазерный прицел я не взял, чтобы проверить. Нельзя ли я сюда поставить? А, я могу преобразовать. Наверное, нельзя лазерный прицел ставить. В лазерное оружие. Так, вот интересно написано, не влияет. Придется сейчас проверить на каких-то этих самых. Сейчас проверим. Тут рядом находится, чтобы я сделал выстрел. Вот вы достаточно рядом. Так, если я вам вглуплю... Если я вам вглуплю без крита. Сначала без крита. Заправься. Без крита. Он еще и меня зарядил? А что, так и никакой нет? Инициативы и тому подобное. Проверка не удалось. Так. Смотрим. Открыто пойдет. А ешкин кот. Здесь охранился уже. Открыто. Открыто. Даже не так сделаем. Сделаем так. То есть, будет ли бонус от того, что цель оппортунист, от того, что она опутана, от этой специальной атаки на электричество передаваться, чтобы полетела туда. 116. Да, вроде бы. 48 пошло. А что никто не среагировал, ребят? Нет, бой не закрывает. Почему нет надписи с урона? Оу, и все. Ммм, тебя сейчас красным образом можно использовать. А, это жители считаются. То есть, их не будут защищать бандиты. Угу. Понятно. Так, на этом моменте я останавливаюсь. Чтобы вы могли советовать, какое лучшее решение, куда поставить умный модуль с вашей точки зрения. Я не уверен, что именно в лазерный лучше ставить. В принципе, его цель не... Ну да, если я хочу массовый урон, тогда как раз в него и ставить еще и массовый урон в дверях. Нужна тяжелая броня. Мне не бегать не нужно. Мне надо ставить в дверях, стоять в самой тяжелой броне. И лупашить этим самым. И тем больше там врагу, тем лучше, потому что меньше урона прилетит мне. Но что-то здесь не то. Я нанес урон 116, а врагу пошел 46. Это не 65%, это типа 45. И целей нужно минимум 3, чтобы урон не получил я. Хорошо, покажу теперь вам, что у нас тут. Будем думать, какой перк взять. Так, стелс хорош. Чтобы красить, его надо прокачивать. Пси тоже очень вкусно смотрится, правда? Метание, чтобы гранат. Не очень тяни. Ого. Я их лучше метаю, чем... А, хакинга мне уже где-то не хватало, я помню. И на взлом не хватало. Они синергичны, кстати. А кто кому? Ты электроники? А я не знаю, сколько там на взлом. Нужно туда идти и пробовать. Ну, вне видео проверю. Ладно. Не важно. Так, а если сюда? Ой, как классно. Нужно переходить на прокачку чисто базарных дел. Там же нужно 70 в таком-то моменту набрать. Убеждение тоже растет. Все остальное мне явных бонусом не даст. Честно говоря, без управления питанием справляемся спокойно. Смотрим. Ну вот, вот эта штука реально очень хорошо поможет. А, ну она помогает очень так интересно. Она помогает... Нет, почему? Я могу сразу занять ветку, в которой я в темноте. Кинуть осветитель. И по всем врагам будет упашить с критом. Причем крит будет уже побольше. Если при стелсе 44, это было бы 30%. 0.3 за каждое очко. Ну, пусть будет 27 на 3. Плюс 7 крита. То есть, это будет 37 крита добавочных. Шанс на крит. Не урон. А, а это если я возьму, нужно оружие делать, чтобы оно давало на 25 больше урона. Вот это очень неплохо, если создать с помощью него этот электрический пистолет. Будет крит от умной штук. И от этого всего. Правда, этим критом можно себя пожечь, если цель, а не 3. Да и вообще, не всегда хорошо всем урон полечу. Давай большой. Может, лучше плазменный. Один мощный. И что еще может надо интересовать? Снайпер. Да, это мне нужно в ход подождать, постоять на месте, чтобы появилась сосредоточенность. Тоже очень хорошая вещь. Стал в дверях. Раскрылся. Ребята прибежали. Вы сосредоточены их расстреливаете. Кстати, обе ванки новой просил показать, что я могу взять. Пожалуйста, смотри. Вот, а цель вот эта. Пока у меня нет псиспособности, можно отложить, конечно. Да, наверное, придется отложить. Хотя очень хочется. Это плюс 20 АД. Можно получить, если есть ПСИ с этими стрелками вправо. Но пока не знаю учителя и не нашел автоматического учителя. Все. Решайте. Решайте. Так, это загрузка не та. Вот это загрузка до того, как я сделал 300 лет. Правильно? Да. Да, еще гляну. Гляну, не сгенерировалась ли броня. Я хочу мутантов всех по уничтожать. И это очень хорошо делать в дверях. Просто очень. Если у меня будет броня такая, что пусть я не двигаться не могу, но она будет спокойно держать все эти уроны их. Но арбалеты, кстати, она не будет держать в любом случае. Там урон очень высокий. Но... Тогда мы их разберем. По-моему, здесь не было обновления. А больше нет такой брони, когда попалась тогда первая. 18-19. Сил нет. Только штраф. Нет, больше брони нет. Все. Это будем завершать. Да, очень хорошо. Здесь полно трофеев, полно всего. Осталось решить, какой взять перк и в какое оружие вложиться. В электрошоковый пистолет или вот этот сделать еще один. 38-58. Подождите, а куда там был урон максимальный? 38-58. Ну да, ну да. Там будет гарантированное уничтожение любого крепкого врага. Ага, попробую в него еще попасть. И да, кто знает, можно ли лазерный прицел вешать на пистолет лазерный. Хотя плюс 10 точность поможет ли мне против этих уворачивающихся мутантов и собак? Без понятия. Все. Теперь точно все. Сохраняюсь. Так, а я сказал вначале, что это 11, а не 10. А кому нет? Ладно, неважно. Так, проверяем. Есть. Ну что ж, об игре мы узнаем все больше и больше. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, советуйте. Я, как всегда, желаю вам всего наилучшего. Пока.